В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Круглая дата. Подразделение по охране специальных грузов Саровской дивизии отмечает 70-летний юбилей. Новый председатель и планы на будущее. В Доме учителя прошла итоговая конференция организации «Дети войны». Работа мечты на нашем канале появилась вакансия. Далее расскажем обо всем подробно. Одно из самых секретных подразделений Саровской дивизии отметила 70-летний юбилей. Комендатура по охране и сопровождению грузов была образована 18 августа 1948 года и с тех пор ее служащие ответственно выполняют свою работу. В честь праздника в воинской части прошло торжественное мероприятие, на которое приехали представители Центрального аппарата и Приволжского округа Росгвардии. Шесть лет назад, после окончания военного института, Павел Николаев был назначен командиром взвода в комендатуру СГ. Сейчас он руководит этим подразделением. Капитан Николаев грамотно управляет личным составом и знает все нюансы несения боевой службы в подразделении по охране специальных грузов. Особенностей много, на самом деле, просто не во всем я могу рассказать. Но даже самая такая важная особенность, это в том, что мой личный состав выполняет задачи в отрыве от нашей воинской части, то есть практически по всей стране. Режим секретности не позволяет рассказать подробнее о боевой службе подразделения. Но обычному человеку достаточно знать, что офицеры и прапорщики комендатуры добросовестно выполняют свои служебные обязанности в длительных командировках и обеспечивают надежную охрану уверенного им имущества. Грамотные, четкие и слаженные действия военнослужащих в составе караула – вот залог успешного выполнения задания. Каждый, конечно, должен знать свои обязанности в первую очередь и строго выполнять в соответствии с уставом. Каждый военнослужащий и ветеран из присутствующих в зале на себе испытал все тяготы несения боевой службы в пути, будь то командировку на автомобиле, поезде или самолете. Руководители Федеральной службы войск Национальной гвардии отметили высокие показатели служебной боевой деятельности комендатуры СГ и наградили военнослужащих медалями, нагрудными знаками, и почетными грамотами. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, уверенности в достижении намеченных целей и успешного выполнения поставленных служебных боевых задач. Теплые слова от руководителей концертной программы стали для военнослужащих не только подарком на профессиональный праздник, но и стимулом к достижению новых высот в военной службе. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Многим кажется, что подготовка к отопительному сезону в городе начинается только тогда, когда показатели термометров напоминают, что холода не за горами. На самом деле коммунальные службы начинают все необходимые процедуры и ремонтные работы еще весной, и уже сегодня большинство многоквартирных домов и учреждений социальной сферы готовы к отопительному сезону. Но в этом году некоторые управляющие компании столкнулись с серьезными проблемами. Подробности в следующем репортаже. 144 миллиона рублей – такую сумму долгу управляющих компаний перед теплосетевой озвучили на заседании по контролю готовности ресурсоснабжающих к организации к предстоящему осенне-зимнему периоду. И, как ответили руководители управляющих компаний, без долгов войти в новый сезон не получится, так как не все жильцы исправно оплачивают коммунальные услуги. Это долг жителей. Дальше мы со своей стороны принимаем все необходимые лояльные меры для взыскания этих долгов. На совещании специалисты ДГХ еще раз напомнили о необходимости соблюдения графиков промывки и опрессовки сетей, а также сроков оформления паспортов готовности многоквартирных домов, которые нужно согласовать с жилищной инспекцией в Арзамасе. По этому пункту повестки заседания некоторые управляющие компании и ТСЖ доложили о стопроцентной готовности. А вот с капремонтом не все так гладко. У нас один дом на капремонте. Жители очень волнуются, что у них будет та же проблема, что на Харитона 21. Работы ведутся медленно. Трест-16, которые курируют, сказали, что все идут работы в графике. Все проблемы, озвученные на заседании, внесены в протоколы, взятые на контроль специалистами Департамента городского хозяйства. Будем надеяться, что предстоящей зимой в домах и квартирах соровчан будет тепло. И отопительный сезон пройдет в штатном режиме, без чрезвычайных ситуаций. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. 22 августа в Сарове будет проводиться тестирование городской системы оповещения при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает управление по делам ГО и ЧС. При звуках электросирен гражданам рекомендуется сохранять спокойствие. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В преддверии нового учебного года Росстандарт утвердил специальный ГОСТ на студенческие общежития. Он устанавливает жесткие требования к метражу. Теперь на каждого студента должно приходиться минимум 6 квадратных метров жилого пространства. Селить в комнаты рекомендуется подвое. Но если набор вуз или колледж окажется больше обычного, количество обитазельной комнаты может удвоиться. Также разработчики прописали требования к мебели. Острые углы шкафов и тумбочек под запретом. В коридорах должны появиться кулеры с водой, а комнаты для переговоров с детскими игровыми пространствами. Документ вступит в силу с декабря 2018 года. На сайте национальной электронной площадки опубликована заявка на выполнение работ по ремонту тротуаров на улице Силкина в целях реализации программы по поддержке местных инициатив. Максимальная стоимость работ до 2 миллионов рублей. Как следует из документации, предполагается отремонтировать почти 2000 квадратных метров покрытия тротуаров. Работы планируется завершить до 9 ноября. В НЕФ вышел финал конкурса профессионального мастерства лучшей по профессии в стройкомплексе атомной отрасли. В составе команды шестеро сотрудников ядерного центра, одержавших победу на отборочном этапе, в индивидуальных номинациях лучший специалист строительного контроля, специалист в области проектирования архитектурно-строительной части, инженер-геодезист, а также в командной номинации лучшая служба по охране труда. В Доме учителя прошла отчетно-выборная конференция организации «Дети войны». Ее активисты, несмотря на возраст, регулярно принимают участие в городских праздниках, проводят для школьников мероприятия, на которых делятся воспоминаниями о нелегком военном детстве. На итоговой конференции ветераны выступили перед гостями с отчетным докладом о проделанной работе организации, рассказали о планах на будущий год и переизбрали председателя. Подробности далее. Их детство пришлось на военные годы, их поколение слишком рано повзрослело. Они своими руками восстанавливали разрушенное хозяйство наравне со взрослыми. И сегодня их остаётся всё меньше и меньше. Но они принимают активное участие в жизни города. Общественная организация «Дети войны» представила отчёт о проделанной за год работе. Важным достижением этого года стал выпуск 300 экземпляров книг «О палёные бедой». В них собраны воспоминания ветеранов об их нелёгком детстве, фотографии семейных архивов и наброске рисунков. Книга представлена в двух частях, и сегодня организацию уже готовится выпустить третью. Наша организация самая большая в области. Вот на сегодня 6388 детей войны. В 2014 году, когда мы только начали работать, числилось 8258 детей войны. За четыре года покинуло землю 1870 наших уважаемых детей войны. На собрание пришли и первые лица города. Они поблагодарили ветеранов за их вклад в общественную жизнь города и воспитание молодого поколения и вручили благодарственные письма и медали. После ветераны выбрали нового руководителя организации «Детей войны». По итогам голосования им стала Надежда Почтарюк. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24. Вот уже несколько лет подряд канал «16» радует жителей нашего города актуальными новостями и интересными программами. Уже осенью у нас стартует новый сезон. Мы подготовили для зрителей целый каскад премьер, спортивные обзоры, программы, посвященные культурной жизни нашего города, интервью с интересными людьми, развлекательные и познавательные передачи, которые будут интересны как взрослым, так и детям. И в преддверии нового сезона мы расширяем коллектив. Работа оператором на телевидении — это не просто шанс круто изменить свою жизнь. Это уникальная возможность бывать там, куда не пускают остальных. Это шанс всегда быть на острие самых важных политических, экономических и общественных событий города, страны и области. И такая возможность появилась у тебя. Уже этой осенью на канале «16» стартует новый сезон. Открываются свежие проекты, запускаются новые программы и рубрики. А значит, расширяется и коллектив нашей телекомпании. Мы ищем себе оператора. Хочешь работать у нас — приходи и работай. От тебя требуется знать, где находится кнопка «Рэк» и обладать художественным взглядом. Остальному научим. Учить тебя операторскому искусству будут профессионалы с многолетним стажем. Никакой воды, только практические знания. А в дополнение к интересной работе, которая затягивает новым знаниям, ты приобретешь самый классный, толерантный коллектив среди всех в городе. Ну и, конечно, достойная зарплата и социальные гарантии. Отправляй свое резюме вот на этот адрес или звони вот на этот номер и меняй свою жизнь к лучшему. Место всего одно, а желающих много. Поторопись. О достижениях Саровской пейнтбольной команды «Реактор» известно многим. Ребята регулярно принимают участие в чемпионатах различного уровня и завоевывают призовые места. 12 августа спортсмены приняли участие в четвертом этапе Кубка России по пейнтболу, который проходил в Москве. Несмотря на высокую конкуренцию, саровчанам вновь удалось дойти до финала. Подробности о прошедших соревнованиях в следующем репортаже. Вторая поездка за последний месяц и очередные серебряные медали в копилке ребят из «Реактора». До первого места оставалось совсем немного, но спортивная удача отвернулась в них в схватке в дополнительное время. Противники у нас стандартные. Москва, Московская область. Команда, которая тренируется на поле, на котором мы играем. Финальный бой на встречных курсах пошел. Новенькая команда. Не знаю, может чем-то повезло. Может мы переоценили свои возможности. К второму месту ребята относятся спокойно. Результат хороший и позволяет двигаться дальше к финальным схваткам, которые пройдут в конце октября в Москве. В свое свободное время спортсмены предпочитают проводить с пользой и организовывать для жителей города любительские турниры по игре пейнтбол. Чемпионат в НЕФА. Очередной, десятый уже чемпионат юбилейный будет по пейнтболу. Команды проверены уже со многих подразделений. Уже приходят сюда как на праздник. С семьями, с детьми сидят, отдыхают. Просто получают удовольствие. Турнир пройдет 18 августа на площадке для пейнтбола на стадионе «Авангард». А побороться за золотые награды сможет любая заявившаяся команда. При этом защитную амуницию, маркеры и красочный безопас команды смогут получить прямо на месте. Единственное, что необходимо принести – одежду, в которой не страшно испачкаться. Быть в хорошем настроении и получать удовольствие от игры на свежем воздухе. Стартуют схватки в 10 утра. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Лето неумолимо стремится к своему завершению. А значит, самое время подумать о теплой одежде. Тем более, что в Ледовом дворце открылась выставка-ярмарка «Зимняя сказка». Шубки, дубленки и куртки по невероятно низким ценам. Это ваш шанс встретить приближающуюся зиму во всеоружии. Теплые и стильные шубки, практичные дубленки и удобные куртки сегодня доступны как никогда. Всего несколько дней – с 16 по 19 августа в Ледовом дворце работает выставка-ярмарка «Зимняя сказка». Более тысячи моделей из меха-норки, енота, кролика-рекса, сурка, нутрии, а также из мутона и каракуля. Весь размерный ряд, любые фасоны и расцветки. Меховое пальто по душе здесь найдет каждая модница. На нашей выставке очень демократичные цены. То есть вот такую нарковую курточку можно купить по цене 33 тысячи 900 рублей. Вот такую шубку из мутона у нас можно приобрести за 10 тысяч рублей. И вот такую курточку из холофайбера всего лишь за одну тысячу рублей. Эко-кожа заняла надежное место в наших гардеробах. Изделия из этого материала по своим качествам не сильно уступают натуральной коже, а стоят ощутимо дешевле. Плащи из ако-кожи на выставке «Зимняя сказка» можно приобрести по цене всего до 5 тысяч рублей. Здесь же вы найдете и куртки из ако-кожи, а еще теплые жилеты, которые уже не один сезон пользуются спросом у всех модниц страны. Тренд наступающих осени и зимы – цветной мех. Яркий розовый, синий или красный – в такой шубке вы вряд ли останетесь незамеченной. Норка никогда не выходит из моды. Традиционно компания «Зимняя сказка» представляет огромный ассортимент шуб из этого меха. Невероятно теплые шубы из меха енота, очень мягкие на ощупь шубки из шиншиллы и кролика рекса. Доступные стильные и легкие меховые пальто из мутона по цене всего от 10 тысяч рублей. А еще «Зимняя сказка» предлагает огромный ассортимент головных уборов. Есть классика, которая удачно дополнит любую шубку, а есть оригинальные модели, которые станут настоящей изюминкой вашего зимнего образа. Здесь же вы найдете меховые варежки и очень комфортную домашнюю обувь. На нашей выставке представлен как наличный, так и безналичный расчет. Есть кредит на выгодных условиях и на пленый вид товаров действуют скидки до 5% и разручка. Компания «Зимняя сказка» на рынке меха уже более 10 лет. За эти годы она зарекомендовала себя у покупателей. Своё зверохозяйство, опытные дизайнеры и высококвалифицированные мастера по выделке и пошиву меха гарантируют высокое качество предлагаемых изделий. Добро пожаловать в «Зимнюю сказку». Ледовый дворец с 16 по 19 августа с 10 до 19 часов. Приходите и выбирайте шубку по душе. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»